11.06 на нашем городе это программа мужской понедельник добрый день николай голиков и владимир сметанин здравствуйте здравствуй осень до 3 сентября сегодня понедельник настроение я смотрю на присутствующих вроде бы ничего хорошего но нужно быть плохим у слушателей тоже приподняться замечательная где-то вчера прочитал что бабье лето начинается вот оно у нас прямо за окна видим действительно начинается как картошку покопал картошку покопал хорошо картошка уродилась и не только картошка плодовые деревья там вовсю клоняться от плодов соответственно от сливы от яблок хорошо будем к тебе обращаться хорошо если у вас тоже кстати хороший урожай это поздравляем вас добудет чем полакомиться в холодное время года ну что у нас по традиции два часа программа мужской понедельник после 12.05 к нам пожалуют представители вятского государственного университета при этом виталий лесовский далекан факультет технологии инжиринга дизайна придет денис козулин заместитель директора института химии и экологии вот интересно нас по моему я не помню давно ли последний раз в эфире был институт химии и экологии но тут тема такая что видимо даже немножко неожиданно и по-моему в детской программе открывашка там химичили да 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 химичили в воскресенье 10 утра такой неожиданный социальный проект со стороны вот этого института ну вот тем радостнее будет эфир вятский госуниверситет привлекает студентов к благоустройству нашего города так мы созданию проектов благоустройства создание не просто им лопату дает а он говорит давайте ребята разработаем проект давайте подумаем все вместе что нам нужно и как благоустраивается я думаю что ребята активны они к реализации затем тоже будут приступать и будут приглашать то же самое нас делать ну а в первом части у нас продолжение двух эфиров которые были в июле и в августе район да мы уже дважды там были вот как раз на последнем эфире к сожалению у нас опять присутствует только одна сторона вот эта история о которой мы будем сегодня говорить и сегодня вот у нас наконец пришла вторая сторона то есть директор компании землемера которым мы здесь в его заменил в валили оксандре добрый день добрый день до радиуслушателя ведущего да здрасте да действительно погода за окном замечательного урожай очень хорошие и шаболину урожая тоже мы но говоря шаболино мы подразумеваем ленинская стоп останов стэнсэс станция шаболино городской вот эта панемическая особенность нашего района он доходный на знают есть у нас по селок ленинска от райцентра, а есть станция Шабалино и в простонародье, то есть это является у нас одним по-моему даже не простонародье, а просто обычное спрашиваешь человека, где родился, он говорит, в Шабалино откуда? Поки с Шабалино, а нет, не из-за с Шабалино еще раз повторю, Валерий Беляев директор компании Землемер, депутат Шабалинской районной дома сейчас в двух словах, я думаю, историю напомним но вот для того, чтобы подробнее познакомиться что из себя представляет компания Землемер, тут нетрудно найти в интернете ну в частности, вот я смотрю на сайте Роспрофайл, компании Землемер уже 15 лет, если не ошибаюсь в июне 2003 года она была зарегистрирована, на упрощенной системе налогообложения находится среднечисленное количество работников 47 человек ну вот перед эфиром я поинтересовался у Валерия, сейчас уже 67, да? Да, действительно, одна из крупнейших компаний Шабалинского района Да, уважаемый ведущий, хотел поблагодарить вас за приглашение на эфир, да, действительно из-за проверок по контрактам с моей стороны было некорректно давать какие-то комментарии сейчас мы начинаем получать ответы от проверяющих органов поэтому я могу обсудить сложившуюся ситуацию прежде обсудить участие в землемер торговых процедурах в Шабалинском районе я хочу рассказать и дополнить немножко информацию о нашей компании да, действительно, она была у нас образована в 2003 году, уже 15 лет специализируется на оказании услуг по выполнению комплекса землестроительных работ как 15 лет отмечали? как 15 лет отмечали? на советской 33 ПГТ Ленинская смотрите, дополнить хочу еще что наша компания выполняет весь комплекс искательств, кадастров и проектных работ для органов местного управления физических и юридических лиц по данным палаты кадастровой мы делаем примерно около 20% всех заявлений и вот в районах области у нас находится 11 филиалов то есть тот адрес, который вы говорили это один из них в штате на данный момент у нас числится 67 сотрудников вы назвали среднесписочную численность это по началу года но она идет по налоговому по началу какого года? по началу получается 18 года 17 даже, если скорее всего смотрите, в ресурсах информационных которых в интернете есть но это вы же подаете да, но они там идут за прошлый отчетный год за 2017 год и бухгалтерская отчетность немножко отличается от физического количества людей в штате так вот смотрите извините, перебью 20% это вот в Шабалинском районе нет, около 20% я уже сказал, что мы по всей области находимся по всей области у нас 11 филиалов я надеюсь, мы сейчас не рекламируем компанию землемерных я не думаю, что у нас здесь сидят люди мы знакомимся да, то есть для понимания эту информацию нашим радиослушателям доношу, что о какой организации идет речь что организация большая да, вот так вот юридически, вот как раз подчеркнем она зарегистрирована в Шабалинском районе и этот адрес, который вы сказали это первый офис который на данный момент тоже действует нашей компании и она зарегистрирована не для того чтобы получать какие-то преференции или какие-то поблажки со стороны администрации именно в Шабалинском районе для того, чтобы перечислять налоговые отчисления в местный бюджет мы являемся одним из крупнейших налогопотельщиков в Шабалинском районе давайте цифры приведите я также родился вырос занимался спортом именно в Шабалино единственная прописка в моем паспорте это Шабалинский район деревня Микнёв Валерий, подождите сколько вы приносите дохода в бюджет в виде налогов хотя бы порядок суммы есть возможность эту информацию поверить если у вас есть СБИС нет СБИС есть но нам надо денежки платить чтобы информацию выдавать в частности по Росплавпрофайлу я цитирую в общем-то по моим ощущениям по меркам Шабалинскому району вы достаточно прибыльная компания например с 2013 по 2016 мне этот сайт выдает у вас сумма контрактов почти 32 миллиона рублей 32 миллиона рублей выручка 25 миллионов в 2013-2016 годы прибыль почти 4 миллиона рублей выручка и прибыль тут есть какие-то разницы конечно вот на мой взгляд суммы в общем-то нормальные такие я вам отвечу конкретно по налогам потому что эта информация у меня имеется само собой так как я являюсь на главпредельщиком компания по последние годы перечисляла по упрощенности налогообложения порядка миллиона полутора в год налогов бюджет района плюс были также НДФЛ и пенсионные то есть различные отчисления что составило в совокупности порядка 3-4 миллиона в год в зависимости от года а бюджет района Шабалинского бюджет района составляет совместно с субсидиями 240 миллионов в год половина из них субсидии половина собственная дохода примерно половина не богато живут районы нашей области это не самый плохой район между прочим в нашей области в общем у вас никогда проблем по части налоговых отчислений не было нет вы как уже сказали мы находимся на упрощенной системе налоговложения то есть это прозрачная система добросовестная налогоплательщика хорошо Валерий познакомились вот вы уже сами сказали ты как налоговый инспектор знаешь там все суммы проверил там будет хорошо познакомились Валерий вот вы сейчас сказали сами что основной профиль деятельности компании землемера это вот кадастровый учет и все что связано с этим а мы будем говорить про дороги при чем содержание дорог про содержание дорог при чем здесь Валерий скажите дороги в компании землемера смотрите да я может немножко для того чтобы все понимание было радиуслушателей да добавлю еще небольшую информацию об организации и выведу потом уже мысли ту которую вы озвучили по поводу контрактов я понимаю вам минуты хватит чтобы вывести просто у нас перерыв или мы сделаем перерывчик и вы потом уже давайте я сейчас буквально начну а потом хорошо минуты это хватит вам да конечно ну давайте то есть компания землемерно социально ориентированная компания мы предоставляем услуги бесплатно участникам великой отечественной войны дружинникам тыла половина стоимости работ участникам боевых действий также скидка пенсионерам многодетным 10 процентов я вхожу в попечисток это на кадастровые работы да на все работы да вхожу в попечисток совет благотворительного фонда поможем детям вместе Киров мы активно занимаемся я лично активно занимаюсь его деятельности фонд занимается сбором и передачей вещей нуждающимся сотрудники сотрудничаем с центром социальной защиты в районах области проводим мероприятия мастер-классы и другие другие мероприятия землемер оказывает финансовую поддержку логистическую то есть за счет нашего транспорта мы по области развозим вот эти все вещи в фонды нуждающимся семьям то есть мы являемся социально ориентированной компанией то есть следовательно основная наша задача стоит это быть полезным населению допустим для какой-то территории то есть и в данном случае эта территория выбрана на Шабалинский район моя малая родина ну давайте я сам уже сделаю вывод не знаю насколько я тут праву буду чтобы осуществлять эту деятельность вам нужны дороги чтобы по ним передвигаться чтобы помогать нуждающимся так или не так немножко не так ну тогда говорите уже у нас на рекламу при чем здесь дороги давайте оставим самое интересное на после маленькой рекламы а то вам интересное конечно а как то есть он сейчас наконец-таки ответит на твой вопрос давайте пауза повисла давайте продолжаем Валерий Белеев директор компании землемер депутат Шабалинской районной думы мы все до дороги никак не добрались мы как раз добрались до дороги сейчас вот нам Валерий Александрович я уважаемый ведущий еще немножко внесу интригу еще буквально пару минут еще интрига будет да чтобы вы так хотите сразу до самого основного то что вас интересует но я просто я жду уже этого катарсиса уже когда он наступит коллективный оргазм простите буквально пока подожди материалы есть какие наглядные которые я вам хотел продемонстрировать в предыдущих эфиров уважаемый Сергей Алексеевич Добровольский поднимал вопрос спорткомплекс это глава районной думы да напомни председатель не глава председатель районной думы глава у нас а бывший глава района когда-то да в свое время занимал такую должность да он заикнулся как говорится про спорткомплекс землемер действительно строит на собственное средство спортивный комплекс для занятия борьбой говорилось что борьбой уже занимались в Ленинском прокуратуру да в поселке Ленинск я вам покажу где занимались борьбой как он сказал что борьбой занимались в здании прокуратуру в поселке Ленинском кстати я там сам занимался этой борьбой я вам продемонстрирую спортзал в котором сейчас занимаются это вот не тот который прокуроры этот который сейчас занимается нет дети они тут занимаются уже порядка нескольких десятков лет в том числе я в свое время занимался этим видом спорта а как у вас борьбы Ленинска Ну, греко-реимская какая? Дзюдо-самбо. Нет, ну что? Ну, вижу. То есть, смотрите, по размеру и по состоянию. Это где, простите, еще в здании прокуратуры? Да, он представляется в небольшой комнате на первом этаже. Бывшая прокуратура или действующая прокуратура? Действующая, действующая, да. Ага, значит, там прокуроры осуществляют свою работу. И тут же дети борьбой занимаются. Да, то есть, ну, помещение есть свободно. Ну, и у прокуратуры, когда накипит, она тоже может туда зайти и, собственно, расслабиться. Ну, кроме того, спортом в поселке можно заниматься на новой спортивной площадке «Газпрома». Погонять мяч на стадионе удобно летом. Площадка сейчас открыта, бесплатно. Закрытый спортивный комплекс для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом у нас сгорел. Из федеральной программы мы ушли. В смысле сгорел? Ну, в прямом смысле. Пожар был. Был спорткомплекс, пожар, да, и сгорел. По причине? Порядка 11 лет. Ну, я как бы в следствии не участвовал. 11 лет назад сгорел. О чем народе-то говорят? В 11-м году. А, в 11-м году. В народе-то что говорят? Что народный маловат? Ну, у народа-то что придерживаются. Здание следует проще спросить. Да нет, вроде здание было нормально. То есть, ну, я как бы полностью информацию не выводил, и точно поэтому я не буду комментировать. Сгорел. То есть, из федеральной программы по строительству ФОКа на областном уровне нас исключили из экономии средств. Сейчас, по мере возможности, мы совместно с администрацией стараемся найти нужную программу для финансирования объекта. Но пока подходящих вариантов нет. Еще у нас занимается спортом в бывшей начальной школе. Там зал тоже небольшой и уже требует ремонта. Зал в средней школе, где есть у нас еще, занят для проведения уроков и дошкольных секций для школьников. Взрослые не пускают. Мы считаем, что наш зал, который мы делаем, будет полезен. Поселку там будут заниматься как взрослые дети. После окончания строительства в конце 2019 года мы передадим администрацию без возможности. Все, все, все. Я вам в комплекте просто уточнил, что этот комплекс будет конкретно в борцовке. Давайте фотографии будем распечатанные рассматривать все-таки. На какие деньги, отвечайте, конкретно строится эта штука? Смотрите, вот это здание с парком. Это вот то, что вы строите? Да, строит компания Землемер. Строит за собственный счет. Мы его безвозмездно передаем в 2019 году администрации Шабалинского района. Общая стоимость объекта? Стоимость объекта сметно составляет 36 миллионов. Мы уложимся где-то в половину стоимости этого. 18? Ну, думаем, да. Так как мы строим собственными средствами, само собой стараемся. Компания Землемер приходит. Что такое собственное средство? Насколько это возможно? Поясните. Вы берете займы, не знаю, из загашника достаете? Нет, ну как? То есть у нас есть расчетный счет. Компания зарабатывает деньги за эти деньги, расстроит комплекс. То есть на расчетном счету достаточно денег для того, чтобы... С 2014 года мы занимаемся этой стройкой. То есть один из моих, как говорится, посылов, чтобы идти все-таки в депутаты Шабалинского района, думаю, как раз был для того, чтобы облегчить возведение этого объекта. Потому что мы только пытались получить аренду и разрешение на строительство 2 года. На этом месте планировалось встроить кафе. То есть, следовательно, чтобы иметь возможность влиять на принятие каких-то решений. То есть именно для строительства объекта одна из задач была моя стать депутатом Шабалинского района. Хорошо, вопрос в лоб, Валерий. Вот как говорил нам господин Добровольский на предыдущих эфиров, есть некое предположение, что дорожные деньги как раз-таки идут в том числе на строительство этого объекта. Что вы ответите на этот вопрос? Смотрите, каким образом дорожные деньги могут идти сейчас на строительство этих работ? Не знаю пояснить. Народ об этом якобы говорит. О чем говорит? То есть я вопрос как бы не понимаю. И конкретно, что администрация оплачивает строительство этого объекта? Скажем так, давайте, Валерий, я поясню так. Условно говоря, я поясняю примерно так, что вы получили деньги за дорожные работы, которые по версии, опять-таки, Добровольского, вами были не выполнены, а те деньги, которые вы получили, так как вы работы не выполняли, их не растратили, они ушли на строительство вот этого вот дворца. Я правильно, Валерий, пояснил? Ну да. Деньги были по контракту, в соответствии получены. То есть и само собой они... Миллион шестьсот. На расчетный счет. Миллион шестьсот? Миллион пятьсот девяносто. Ну миллион шестьсот округлим, да. То есть они само собой упали на расчетный счет, то есть какие-то средства, то есть с этого расчетного счета само собой идут на строительство этого объекта. Но то, что за счет этого контракта построен споркомплекс... Не построено, как бы деньги помогают. Ну в очередной вклад. Вклад такой получился. Также можно сказать по любому контракту, который, либо договору, который мы делаем, что они все равно идут на строительство частично этого объекта. То есть деньги, которые вы получили от администрации, они каким-то обранным специальным не окрашены, они не контролируются именно... Конечно, они же не целевые. Они нет? Как не целевые? Деньги администрации, которые по контракту, не целевые. То есть мы их... Нет, как, но они должны быть истрачены на... Нет, я имею в виду, попадая к нам на расчетный счет, они могут тратиться на любые средства. Потому что вы их уже заработали. То есть это деньги, ваша собственность. В начале мая, да, собственно, были оплачены вот эти работы-то по расчистке. Деньги когда компания Землемер получила? В начале мая. Вот, наконец-то мы до дороги-то дошли. Сбылась мечта. Николай, можно вас попросить, вкратце напомнить, в чем дело-то? Нет, ну как бы... Контракт заключенный с Землемерой. Заключен контракт. Я, опять же, говорю, это не я рассказываю, это то, что здесь звучало у нас в эфире, да? Был заключен контракт, который частично повторял ранее заключенный контракт с Вято-Автодором. И который якобы был выполнен Автодором. А потом вот этот контракт, который был заключен с Землемером, он был как-то, погоди, по-моему, за две недели, да, в марте? Быстро очень выполнен. Контракт был реализован в кратчайшие сроки с 23 марта этого года по 15 апреля. В начале мая был произведен расчет. Общая протяженность дорог почти полторы сотни километров. Причем, подчеркивает депутат областного законодательного забрания Георгий Лугинин, все эти километры ведут в населенные пункты, где практически никто не живет. Уважаемые ведущие, если бы и вы, и уважаемый Сергей Луисеевич, депутат Лугинин, взяли и прочитали контракты, и подобные контракты, которые делались по другим объектам, а конкретно, допустим, Свят Автодором, либо наш контракт, который заключен в землемер с администрацией, изначально увидели бы такую информацию. Землемер не планировал быть подрядчиком по данному контракту. Это видно из документации, так как не имеет специальной техники, и выступал как агент в рамках агентского договора. Данные сведения предоставлялись заказчику на стадии подачи заявки на участие в аукционе. В исполнительной документации ППР данный факт был отражен полностью. По результатам конкурса заказчикам было предписано заключить договор именно землемером, как подрядчику. Отказаться мы не могли, так как после отказа стали бы сразу недопостоятельными поставщиками. Простите, а кто цену-то ранил на 300 тысяч? Вот смотрите, у нас по 44 ФЗ идет подача заявки. Она подается до аукциона. Вы заявку подавали? Мы заявку подали. Находясь в добром здравии, в сознании... Приложили агентский договор. То есть вы подавали заявку изначально не как подрядчик, а как агент? Как агент. Агент по поиску подрядчика? Агентский договор. Нет, я представлял уже конкретные интересы, конкретные организации. В данном случае ИПК Лосницына. Прошел аукцион. Аукцион по решению комиссии был нами выигран, признан победителями. Для заключения контракта был направлен нам макет, где уже мы были внесены как именно исполнители работ. А почему? Они как? Они сослались на некие консультации с ихними кураторами, то есть кто ведет торги по 44 ФЗ. А кто у них куратор? В областном, скорее всего, правительстве. И, следовательно, в данном случае нам два варианта. Либо мы становимся недобросовестными поставщиками, а учитывая то, что мы делаем больше всех этих контрактов в области, чтобы подтверждаться выступлением нашим на различных форумах, конференциях, то это для нас смерти было подобно. Я поясняю, о чем вы говорите. Опять же, по информации, найденную в интернете с 2013 по 2016 годы. У вас больше двух сотен госконтрактов. Я понимаю, о чем он говорит. То есть у вас некий все-таки есть авторитет, большой опыт в этих делах. Это довольно-таки жестко, если бы он попал в реестр недобросовестных поставщиков, то он бы просто потерялся. Честь морать тут, собственно, ни в коем образе нельзя. Хорошо, понял. Следовательно, принято было решение, что это не запрещало контрактам взять на субподрядчика. То есть Землемер стал заказчиком, субподрядчиком стал ИП Колосницын. То есть вы стали подрядчиком, а субподрядчиком стал ИП Колосницын. Да. Тоже депутат? Нет. Нет, он является, как сказал Сергей Алексеевич, моим дядей, родственником. Но это единственная организация после Вят Автодора, у которой имеется огромная производственная база. Вся техника необходимая, которая база и техника была им приобретена, грубо говоря, с ноля. То есть он является конкурентом Вят Автодором. Он не вышел на трогу сам. Зачем ему нужна была, извините, прослойка в виде вас? Да, в этом вся и соль, которую я вам немножко не успеваю рассказать. Ввиду формата нашей передачи. Ну, можно полминуты уложить. Смотрите. Да почему? Даже где можно? В чем смысл участия Землемера во всех вот этих торговых процедурах? Для того, чтобы приобрести администрации, и это не только Шабалинск, и всем администрациям, какие-то услуги и работы, у подрядчиков должно быть наличие электронной цифровой подписи и аккредитации на торговых площадках. Что по маленьким контрактам и подрядчикам, которые небольшие, то есть им это довольно-таки технически проблематично сделать. То есть в вашем дяде нет электронной цифровой подписи? Нет ЭЦП и нет аккредитации на торговых площадках. Нет специалиста, который этим мог заниматься. Ну так подсуетиться, выделить специалиста нарочно он бы сделал. Поэтому мы участвовали в виде агентского договора. А вы заранее понимали, что вот уже и по Колосницам будет это все делать? Если был составлен агентский договор, он предоставлен был заказчику, так конечно это заранее было известно. То есть следовательно, другого варианта нет. Аналогично по другим контрактам мы также участвовали как агенты. Дальше могу также пояснить. И если хотите, можно даже позвонить одной из наших заказчиц, которой мы помогали в проведении процедуры по контрактам по продаже ее недвижимости. То есть в администрации района также. Кому продавали недвижимость? Вот смотрите, сейчас где-то на прошлом эфире, уважаемый Сергей Алексеевич, он прокомментировал наличие семи контрактов между Землемиром и администрацией Шаблинского района. Да, было дело. Да, то есть три уже известны нам, а по четырем остальным он сказал, цитата, наверное, наворовали. Ну он предположил лучше, он уже не выругался, нормально. Четыре контракта, это участие нашей компании как агента в торговой процедуре по покупке служебного жилья. Можно сейчас вот как раз про нее, эту женщину, поговорить, позвоним, которая расскажет что-то как-то. Нет, сейчас мы не будем звонить, нам было бы некогда. Да, смотрите, там какая ситуация была. То есть риэлторы зарядили за эту процедуру 50 тысяч рублей. То есть девушку зовут Ирина. То есть у нас в Шаблинском районе установлена минимальная, грубо говоря, такса. На услуги риэлтора? Услуги риэлтора 3 тысячи рублей именно для приобретения социально значимых вот этих объектов жилья и так далее. То есть покупка служебного жилья не более 2 тысяч услуги риэлтора. Да, то есть ей 50 заряжали. То есть мы эту работу сделали по агентскому договору, поучаствовали за ней в аукционе и так далее. Она, следовательно, продала этот объект. У администрации появилось социально значимое имущество, которое сдается в пользование врачам, учителями и так далее. То есть без права приватизации. Подчеркивается. Скажите, пожалуйста, Валерий, а вот эти агентские услуги ваши, они возмездные? 3 тысячи рублей. Сколько? 3 тысячи рублей. А, в случае с ИП, вот этим, который... Ну, который ваш дядя, то есть вы тоже задели такую работу? Да, само собой. То есть она оплачивает вот вашу работу. Да, само собой, работа более оплачена. Давайте на рекламу сейчас сходим, все-таки, затем поподробнее по дорогам. Я чувствую, что у нас будет еще и четвертая серия, и пятая, собственно. А почему нет? Да, в том числе надо разбираться. Интересные вещи такие. От земли, что называется. Давайте реклама. Продолжаем наш разговор у Валерий Белеев, директор компании «Землемир», депутат Шабалинской районной думы, соответственно, из поселка городского типа Ленинска. И сегодня Валерий к нам приехал. Ну, давайте про дорогу-то продолжим. Ну, да. Про дорогу, чищенную, когда в марте-апреле этого года, да? В марте-апреле, да. Как раз по этим дням, помнится, Сергей Алексеевич Добровольский нам показывал справку из нашего гидрометцентра о том, что в эти дни осадков там, по-моему, на все это время порядка сантиметров. А еще приводились у нас сведения о том, что немногочисленные или единичные жители вот этих деревень, которые располагаются по пути слева, техники не видели. Да и снега они тоже не видели. Ничего не чистилось. Валерий, как парируете эти высказывания? Уважаемые ведущие, радиослушатели, вам для информации довожу, что 3 августа было проведено депутатское слушание об эффективности использования бюджетных средств. Подождите про дефективность. Давайте все-таки с точки зрения дороги чистилось или не чистились. Как раз на этих слушаниях речь шла целый час по поводу вот этого одного контракта по очистке дорог. Так вот вы нам сейчас скажите, чистили или не чистили? Дороги, само собой, чистили. Чистили. Там присутствовал также представитель Вят Автодора. А он здесь причем? Это же не его контракт. А, ну там ранее был заключен контракт на эти. Там не ранее, а там просто его пригласил... В конце прошлого года. Как раз его пригласил уважаемый Сергей Алексеевич на это мероприятие. И там шло это обсуждение, в том числе с задаванием вот этих различных вопросов по контрактам. Вы ссылаетесь на его слова в части о том, что эти дороги были к населенным пунктам, которые мало населенные, либо не населены. Но эти дороги, они стоят на балансе у администрации района. И эти же самые дороги, точно эти же, они были в контракте, которые были у Вят Автодора. То есть это типовая у них схема. То есть они включают в контракты все дороги, которые у них находятся на балансе. Потому что в случае необходимости, допустим, очистки какой-то определенных только дорог, а что как и происходило по устному обращению администрации в ту или иную организацию, что и подтвердил представитель Вят Автодора, что он также чистил не все дороги, а те только, о которых ему администрация говорила. Произошла бы ситуация, что нужно было разыгрывать новый контракт, а это 2-3 месяца. То есть, сами понимаете, зимой это время разыграть контракт. Так вот, следовательно, необходимости никакой не было. И поэтому контракт как Вят Автодора, так и наш выполнялся только на часть дорог, которые были в этот контракт. Что касаемо осадков, то есть, ну, осадки, они в марте, в апреле меньше, да, чем зимой, но они имели место быть. По дням сейчас на память не помню, в ППР сколько там отмечено. В справке были десятые доли. Ну, там в сумме, в сумме, в период около сантиметра. Смотрите, в это время идет активная тайка снега. Дороги раскисают. Вот эти дороги, которые числись, они шли, ну, в деревню, то есть, не центральную. Магистральные числили от Автодор, а это были второстепенные дороги. Следовательно, в любом случае, когда идет подтайка снега, эта каша, она вся с дорог убирается, очищается. То есть, без этого-то никак. Ну, как убирается? Она на обочину, вот туда, сдвигается, так я понимаю? Ну, для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы прошел трактор, соответственно. Что за техника работала? Ну, тут, конечно, этот вопрос больше к ИП, к вашему дяде. Ну, я, как уже говорил, что планирую выступать как агентами специальных технических или каких-то иных познаний у меня в этой отрасли нету. Какая техника очистилась, где на каких дорогах, я сейчас комментировать полностью не могу. Ну, знаешь, там были в видеобумагах Т-150, трактора еще какие-то, гусеничные и так далее. То есть, следовательно, ну, на этот вопрос конкретно задать не могу. Просто у нас тут в студии предыдущих программах звучали, в том числе и слова о том, что конкретных трактористов спрашивали, вот ты чистил? Говорит, нет, не ездил туда. Когда, что, как бы успели почистить? Да и как бы были вопросы по технике вашего дяди, что не вся там техника совершенно годна для чистки дороги. Редит, вот насколько мне известно, исходя из всех уже этих проверок, что как происходило, то есть были наняты колосницами еще субподрядчики. То есть, субподрядчики были. То есть вы подрядчик, дядя субподрядчик, а там еще субсубподрядчик? Да, 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 по тем населенным пунктам, где есть вот эти организации, у которых есть там определенная трактора и техника, там делали эти субподрядчики. То есть, следовательно, работу выполняли. То есть, когда жители говорят, что они не видели, как идут работы, они не видели как раз вот у них субподрядчиков? Нет, они не видели, там вопрос как раз был про Колосницына, про технику не Aviat Avtodora, а про эту технику, и как уже на услушаниях, в виде заявлялось, что люди подтверждают, что она там была, ездила, очистила. Дороги были очищены. То есть в услышаниях подтвердилось, что дороги были очищены. А прокуратура что по этому поводу говорит? Прокуратура мне пока претензий никаких не предъявила. Проверка, которая была закончена в правительстве области, нам акт выслали. Ко мне претензий пока тоже никаких не предъявлено. То есть ждем окончания еще других проверок, которые там пройдут. А с администрацией на данный момент ведется, в связи с проведенной проверкой по контрактам, разбор этих полетов и претензионная работа в части объемов проведения работ. Потому что по данным, которые предоставлены подрядчиками, они одни объемы работ перевыполнили, другие недовыполнили. То есть в соответствии с законодательством, как считает администрация, это не допускается. И даже среднеарифметическое нельзя вычислять? Формально, если вы сталкивались с 44 ФЗ, то есть написано в тех заданиях определенное количество определенных видов работ. Ты его сделал, молодец. Если где-то что-то другое переделал, но твои проблемы компенсации взаимной якобы не предусмотрены. А скажите, пожалуйста, вы как руководитель компании «Землемер», ваши обязанности, компания, выступившая агентом, да? Ну, она выступила в итоге-то как подрядчик. Подрядчик собиралась выступить. В ваши обязанности входят, входило, интересоваться и держать руку на пульсе. Контролировать работу. Контролировать, как выполняют, ездят ли туда? Как любой руководитель, наверное, любой организации, которая занимается какой-то деятельностью, я контролировал проведение этих работ, но контролировал в части поездок в Шабалинский район на Думу, на мероприятия, которые там проходили, и интересовался в администрации, либо у жителей, либо на Думе у депутатов. Так скажем, условно говоря, сами не ездили, не смотрели, как они там чистят. На дороге даже представители администрации не могут ездить с каждым грейдером. Почему с каждым? Просто там периодически, неожиданно. Но вдруг вы где-то рядом проезжали, решили завернуть, посмотреть, убедиться. Когда я ездил по делам по своим в район, то, само собой, я поглядывал по сторонам, те дороги, которые должны были чистить, я смотрел, они чищены были. И претензий от населения и от граждан ни от кого не было. То есть здесь задается странный вопрос, почему Сергей Алексеевич, если он считал, что какие-то есть несоответствия или неточности в выполнении контракта, на тот момент не говорил об этом. То есть я ждал, грубо говоря, лета, когда уже и снег растаял, и, следовательно, уже надобность ее не было. Почему он это не совершал весной именно? Значит, преследовал какие-то другие цели, а не именно, чтобы были дороги почищены. — Ну что, у нас осталось совсем немного времени. Давайте про мост, про понтоны, где понтоны как-то такие, что их можно поперек вдоль речки поставить, да? — Ну да, звучала здесь у нас тоже информация, что явно здесь якобы избыточный мир. — Что явно здесь, якобы, избыточный мир. — Понтоны и что-то и пацанам-то не те. — Ну вот, с нам Варилий показывает фото, на котором изображены эти конструкции железные. — Как раз и фото-то взято... — Давайте напомним решение прокуратуры. — Да, как и Лугиня там ведь, да? — Да, да, да. — Давайте напомним решение прокуратуры, вернее, результат проверки прокурорской по этим понтонам. Напомните, пожалуйста. Передо мной бумаги, очень много бумаг. — Нарушения есть. — Не зачитывать, да. Нарушения там где-то есть. Администрации, они предъявлены формально по поводу проведения процедуры, да, и по поводу формального проведения некоторых процедур по 44-му ФЗ. Конкретно к нам пока никаких претензий на данный момент не было, но проверки еще, как знаю, ведутся в милиции по поводу заинтересованности там якобы финансового кого-то из администрации по этому объекту. Но что хочется отметить? Вот говорилось, что работы, особенно здесь в заголовок, что деньги оплачены, где работа? Если бы уважаемый, как говорится, Сергей Алексеевич и уважаемый депутат Лугинин прочитал сам контракт, то он бы увидел, что в контракте указана только поставка понтонов о землемер до места. Его строить мы по контракту не должны были. — То есть ваше дело — добыть. — Да. — А сейчас его строят не мы, не мы, другая организация. Авиатавтодор на данный момент их монтирует. Если бы они туда приехали весной, там вода поднимается несколько метров, 3-4 метра. И там рядом старый мост, который стоит, он на таких высоких, огромных сваях. То есть, следовательно, сейчас река маленькая, но водосбор у данного водоема очень большой. И принято было решение, что рационально на те деньги, которые вообще имелись, сделать такую вот именно сооружение. — Но это решение администрация принимала, да? — Само собой, да. То есть я еще хочу прокомментировать все-таки по поводу как раз то, что мы уже все сказали, по поводу эффективного использования бюджетных средств, о чем, кстати, Сергей Алексеевич почему-то не упомянул, что по всем проектам за период 2017-2018 года было сэкономлено 44 миллиона рублей. — Это по проектам, которые вы делали? — Не только мы, которые другие. Он говорил только про землемер, почему-то со своих, как говорится, личных интересах. А другие контракты, которые были сэкономлены также, он почему-то не заикнулся. То есть тем самым сэкономлено 44 миллиона рублей из 214. 18% бюджета. Следовательно... — Деньги остались в бюджете, в смысле? — Да, они были сэкономлены. Следовательно, почему он об этом-то не заявляет? Чтобы население, это была вся информация. Почему по-друге контракты не говорит? Это же мост через Теленку. Там был... На мост за ремонт было запланировано потрачить около 20 миллионов рублей. И уже потрачено миллион семьсот только на один проект. А пришел новый глава, учитывая свой огромный опыт предыдущий в строительстве и в рациональном использовании средств, он принял решение, что сделать ремонт стоимостью 484 тысячи. Другое техническое решение. — Они об этом говорили как раз? — Да, и тем самым всего было потрачено 484 тысячи. А до этого мост стоял 7 лет, закрыт для большегрузов. Огромные потери несли эти лесники, которых там постоянно штрафовали за то, что они там переезжают, либо им приходилось в объезд сделать несколько десятков километров. — Мы об этом как раз говорили. — Тогда, но не говорится о том, сколько это стоил проект. — Говорили они, что он стоил порядка 20 миллионов, если бы его реализовать. То есть они отказались от этого проекта и сэкономили много денег. — А почему он не говорит про миллион семьсот, которые были уже потрачены, и сейчас макулатура лежит? Почему не говорят про другие объекты, которые потрачены огромные миллионы, строительство школ, точнее, покупка школ в Гостовской, в Колосовой и так далее? То есть, ну, об этом не говорят. То есть, ну, здесь, как раз начнёт, другая цель идёт. Не бороться за эффективность использования бюджетных средств. Какие-то другие цели. — Ну, какие? — По вашему предположению. — Где вы им дорогу перейдёшь? — У нас в смысле можно сказать? — Смотрите. — У нас минуты остаётся, даже меньше. — Буквально, да. — Скажите сейчас самое важное. — Ну, моё предположение, что всё-таки, учитывая его прошедшую всю деятельность, он пытается убрать ненужного в голову, так как до этого уже попыток было несколько... — Главу администрации Рогожникова. — Главу администрации, да. — Ненужного кому? Ну, видимо, ему. — Ему ненужного, видимо, ему, да. То есть, и поставить, скорее всего, лояльного ему человека, либо, возможно, своего сына, который пытался недавно стать главой Котельнического района, а сейчас является главой Высокораминского поселения у нас в районе. То есть, и, следовательно, тем самым... — Добровольского джуниора. — Да. Династия такая. — Династия. — Династия Добровольского. — Это моё субъективное мнение. — Понятно. Так мы и просили вас высказать своё мнение. Почему именно вы попали ему, так сказать, на зуб? — И учитывая то, что он, грубо говоря, под это дело уже сменил как минимум пятую или шестую партию, вроде наступил до этого, то есть, ну, у Ленина было такое выражение, как говорится, политическое... — Почему? Это можно слово сказать, да. — Как говорится, девушка с... — У Ленина это было... — Низкой социальной ответственностью, то есть... — У Ленина это было прямо сказано, что это незапречённое слово на радио. — И тем самым используя эти все ресурсы, да, для того, чтобы, ну, добиваться своих целей, то есть... — То есть вы прямо аж всё-таки не назвали Сергея Алексеевича политической проституткой, вы назвали его... — Нет, я... — Процитировав Ленина девушкой с низкой социальной ответственностью. — Да. — Время наше заканчивается, но я ещё раз, да, говорю о том, что... — Похоже, мы вернёмся в студию, и мне кажется, всё-таки, конечно, было бы хорошо. — В любом случае, Валерий, вам спасибо. — Спасибо, что мы приехали к нам, да. — За визит к нам. — Чтобы подготовились и разъяснили ситуацию. — Да, один в студии, да, один всё-таки. Тут надо мужества набраться, конечно, чтобы приехать ещё время найти. Спасибо. — А тут главных ведущих ещё. — Вам спасибо тоже за приглашение и разговор. — В любом случае, вот то, что это происходит, я думаю, что это подтверждение того, что жизнь, она продолжается вот там, да, она кипит. Есть ещё поводы к вопросу, кому позадавать и так далее. Мы, к сожалению, уже не успеваем. — Новостники подгоняют. — Да, спасибо. — Большое спасибо. — Да, Валерий Беляев, депутат Шабалинской районной думы и директор компании «Землемер». Всего доброго. — Спасибо.